Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Оставайтесь дома, соблюдайте режим самоизоляции. В 2020 году началась пандемия, и все регионы России вдруг ввели свои правила, как там жить. Еще несколько регионов власти республики решили полностью... Коронавирус стал стресс-тестом для региональных и местных органов власти. Это случилось, потому что президент вдруг вспомнил о том, что Россия вообще-то федерация. Что случается с ним не так часто. Регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высокий. В начале 90-х не было коронавируса, но был сильный экономический кризис. Тогда Борис Ельцин сказал региону. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. И тогда на местах как раз появилась реальная власть, которая, в отличие от сегодняшней, умела решать проблемы на своей земле. Как это было, когда не все решалось из Москвы? И когда Кремль снова начал забирать власть над регионами? Я Марина Бочарова. В этих видео я рассказываю, как события 90-х влияют на нашу сегодняшнюю жизнь. В конце 80-х годов союзные республики захотели большей независимости. И очень скоро этот парад суверенитетов зашагал и по России. В 90-м году сразу 14 регионов объявляют о суверенитете. Чтобы не допустить распада страны, Москва должна была как-то реагировать. Если вы решите, недра, богатство, земля, Башкирия – это собственность народов Башкирии, значит, так оно и будет. И Верховный Совет России ни в коем случае не будет этому препятствовать. Но Татарстан идет еще дальше. Через год они выбирают своего президента. Рафаэль Хакимов тогда был советником главы Татарстана. Русские боялись, что Татары продлась от независимости как союзной республики тогдашней, или даже как Прибалтика. Честно говоря, мы сами-то ориентировались на Эстонию. Представьте, что у вас есть деньги, и вы более-менее обеспечены. У нас же все изымали. Мы, значит, были донором, хорошим донором. Но вам приходится делиться. Скажем, со старшим по подъезду. Я Швандер. Он забирает у вас часть денег и продуктов, и отдает их в другие квартиры. Добровольно. Отказаться от столовой? Столовых нет ни у кого в Москве. Во-первых, нефти добывали много. Во-вторых, она вся уходила в Москву. Да так забирает, что у вас у самих практически ничего не остается. Боже, пропал дом. Примерно так же чувствует себя самые богатые регионы России в начале 90-х. Что будет с паровым отоплением? Чтобы это закончилось, местная власть должна сама распоряжаться с собственностью и ресурсами. В республике уже несколько лет идут протесты за суверенитет. Москва и Татарстан должны, наконец, подписать договор о статусе республики. Но в Москве неожиданно случается попытка государственного переворота. Объявляем незаконными все решения этого комитета. Правда неудачная. Москва обвиняет президента Татарстана в поддержке путчистов и угрожает распустить парламент республики. Митинги за суверенитет в Татарстане вспыхивают с новой силой. В Казань на переговоры вылетает Сергей Шахрай. В тот момент вице-премьер российского правительства. Основная цель – изучение обстановки. Что, как, переворот, какие последствия здесь. А во внутренние дела Татарстана никто не имеет права вмешиваться. Наш президент – это народный президент. И мы за него голосовали. Мы сами разберемся в своем доме. Меня вынесли, где меня приезжали к столбу. Сказали, вот что вы здесь приехали, порядок наводить. Вице-премьер российского правительства. Что вы собираетесь делать в ситуации оккупации Татарстана? Войсками Ивана Грозного. Страшно было, ужасно. Я говорю, друзья, я сделаю все, о чем мы договоримся. И мы действительно хотим договариваться. У меня есть полномочия от президента. Единственное, чего я не могу сделать, это вывести войска Ивана Грозного из Казани. Власть во всех странах и во все времена любит использовать такой прием. Когда переговоры заходят в тупик, использую максимально сложные и непонятные формулировки. Ну, например, режим нерабочих дней, режим повышенной готовности, отрицательная динамика роста, ну и так далее. В Татарстане решили пойти по такому же пути. На референдуме о статусе республики, который решили проводить в марте 92-го года, вопрос звучит так. Согласны ли вы, что Татарстан — это суверенное государство? Всего через полгода в текст уже новой татарской конституции К этой фразе добавят «суверенное государство, ассоциированное с Россией». В чем там была хитрость? Она запутала. И нам нужно было немножечко запутать там эту ситуацию. А когда запутано, там уже можно легче пройти. Каждый трактует по-своему и думает, что это его формулировка. Та формула, за которую будет голосовать народ Татарстана, создает юридическую базу для выхода республики Татарстан из Российской Федерации. Ельцин — это такой человек, что ему нельзя доверять особо. Сегодня он говорит одно, а завтра он говорит другое. Когда он приезжал в Казань, он говорил, берите столько свободы, сколько вам надо. А сейчас единая дилемма России и его главный тезис. Накануне референдума обстановка накаляется. Многие в Татарстане опасаются применения силы со стороны Москвы. Мариевские леса ввели дивизию, перебросили десантников в Ульяновск, прямо на границе Татарстана. Угрожали блокадой. Все трубы нефтяные и газовые проходят через Татарстан. Блокада — это означает, что вы блокируете себя же. Заседаний Совета безопасности или решений вводить танковые дивизии в Татарстан не было. Все, конечно, боялись. Война на Кавказе. Я обращаюсь к Верховному Совету Татарстана. Я обращаюсь к вам, к народным депутатам. Примите все меры. Мы стоим на краю пропасти. Остановитесь. Только подумать, куда мог бы дойти вооруженный военный конфликт в этом регионе. С выходом Татарстана неминуема попытка кровавого переворота. И речь следовательно, сейчас не больше, не меньше, как о защите конституционного строя России. Идет о ситуации, которая может мультиплицировать по сто крат умноженную Югославию и все прочие очаги гражданской войны, которые мы имеем. Положительный ответ за на референдуме Татарстана — это путь к обновлению России. 21 марта в Татарстане прошел референдум... В итоге на референдуме 61% голосуют за то, что Татарстан — это суверенное государство. Но из России никто не выходит. Москву такой вариант, похоже, устраивает. В том числе потому, что митинги в Татарстане наконец прекратились. Другие регионы оказались более-менее сговорчивы. В марте 92-го года почти все подписывают федеративные договоры с Москвой. Регионы получают свой нынешний статус — республики, края, области, автономные округа и область, а также города федерального значения. Все это вместе — Российская Федерация. Отказываются подписать договор? Кто бы мог подумать? Чечня и Татарстан. У нас на это время было больше прав уже. То есть мы тогда, получается, должны отказаться и вернуть, что ли, эти права. В ноябре 92-го года принимают Конституцию республики. По форме и по сути Конституции независимого суверенного государства. И тогда Борис Николаевич создал вот эту рабочую группу. Мендемир Шарипович Шамиев его поддержал. Продолжив, он перешел в новую стадию процесс поиска договора. Через два года Москва и Татарстан наконец подписывают договор. Республика, в том числе, получает право самостоятельно распоряжаться собственностью и ресурсами, а также сохраняет свой статус суверенного государства. По образцу Татарстана договоры с Москвой подписали еще 45 субъектов. В результате этого конфликта Казани и Москвы российские власти изобрели своего рода прививку от суверенитета, которую потом использовали по всей стране. Но прививка, как известно, недолговечна. И новому президенту нужна была уже другая формула. К 2003 году большинство договоров пересмотрели или отменили. В 2000 году Конституционный суд заключил, что формулировка «суверенное государство» так было записано сразу в нескольких конституциях российских республик, противоречит основному закону России. И эти фразы заменили. В 2017 году отменили последний из договоров с Татарстаном. За последние 20 лет провели много реформ, которые сосредоточили управление и финансы в руках федеральной власти. А регионы лишились почти всех завоеваний 90-х. Но в 2020-м случилось неожиданное. Один маленький вирус показал, что система, в которой все решают из Москвы, может неожиданно давать сбои. И в кризис региональные власти должны быть готовы решать свои проблемы самостоятельно. Редактор субтитров А.Семкин